Во всём мире мы строим медицинские учреждения, исходя из того расчёта, что рано или поздно каждый из нас серьёзно заболеет. Но это не обязательно должно быть так. Если вы живёте у реки Нармады, это не обязательно должно быть так. И речь не только о ней, есть много других. Так не обязательно должно быть, если вы знаете, как управляться с элементами. Если не со всеми, воду и воздух очень просто контролировать. К этим двум элементам можно очень легко получить доступ. Если вы будете хорошо справляться с этой комбинацией и будете обращать внимание на то, что вы потребляете, вам никогда не придётся обращаться к врачу. Когда-то на весь город был всего один доктор, и этого было достаточно. Сегодня на каждой улице по пять докторов, и даже этого недостаточно. Это показатель того, как мы живём. Когда мы забываем, как жить, когда мы не уважаем то, что составляет нашу жизнь, землю, по которой мы ходим, воздух, которым мы дышим, воду, которую мы пьём, небо, которое удерживает нас, когда у нас нет к ним уважения и почтения, внутри нас они ведут себя абсолютно иначе. На сегодняшний день существует достаточно научных доказательств того, что у воды есть невероятная память. Если вы просто посмотрите на воду, создав одну мысль, молекулярный состав воды изменится. Один взгляд, и молекулярная структура воды изменится. Если вы прикоснётесь к ней, она изменится. Это очень важно, как вы её касаетесь. Например, здесь её держат в медном сосуде, положив сверху цветок. Потому что это Бог. Что это, если не Бог? Если не пить воду даже один день, она станет для вас единственным Богом. Других Богов для вас не будет существовать. Не так ли? Память о том, как вы обращаетесь с водой, остаётся надолго. То, как мы обращаемся с водой, прежде чем выпьем её, или прежде чем она коснётся нашего тела, меняет качество всего в нашей системе. Эта наука была известна нам всегда. Но сегодня в современной науке накопилось огромное количество экспериментального материала. Сейчас они заявляют, что вода — это жидкий компьютер. Объём памяти и разум, которые заключены в ней, делают её жидким компьютером. Так её сейчас называют — жидкий компьютер. Мы всегда об этом знали. Это то, что называется тирт. Почему ради одной капли воды люди готовы стоять в храме? Потому что в ней содержится память Божественного. Они хотят, чтобы она стала частью их системы. Если Божественная форма обладает силой, и вода прикоснулась к ней, в воде будет содержаться память Божественного. И вы хотите, чтобы она стала частью вашей системы. Находиться в чистом месте, подобном этому... Это благословение. Есть определённые способы, как находиться в воде. Если их практиковать... Любая болезнь... Все хронические болезни уйдут. Есть инфекционные болезни и хронические. Инфекционные болезни — это вторжение снаружи. Другие организмы проникают в наше тело и создают проблемы. В таком случае вам понадобится доктор. Необходимы боевые действия. Необходимы разбомбить вторгнувшиеся организмы. Химическая атака — вот что мы обычно делаем в такой ситуации. Но около 70% болезней человека создаются им самим. Мы производим их внутри своей системы. Причина этого, по сути, кроется в том, как мы обращаемся с элементами внутри себя и вокруг нас. В так называемой современной жизни нет абсолютно никакого почтения к материалам, которые составляют нашу жизнь. С материей, из которой состоит жизнь, обращаются плохо и при этом ожидают, что внутри нас всё будет хорошо. Но этого не произойдёт. Находясь сейчас здесь, у Нармады, пришло время возродить эту культуру. Потому что круг замкнулся. Сейчас современная наука говорит о том, что в зависимости от того, как вы обращаетесь с водой, также она будет вести себя внутри вас. Мы должны научиться обращаться с ней правильно. Если мы хотим быть здоровыми, если мы хотим чувствовать себя хорошо, если мы хотим быть успешными, если мы хотим процветать, для всего этого важно, чтобы элементы внутри вас содействовали вам. Если этого не происходит, тогда ничего не сработает. Вы говорили о буташудде, или очищении элементов, и о том, что наше тело на 72% состоит из воды. Есть ли какой-то простой способ очистить этот основной элемент внутри нас? Вы можете сделать одну простую вещь. Измени то, как вы обращаетесь с водой, по крайней мере, с той, которую вы потребляете. Сегодня все пьют воду из пластиковых бутылок. Если вы будете держать ее в металлическом сосуде, в частности, в медном или из медного сплава, сама природа воды изменится. И традиционно... Не знаю, поддерживается ли этот обычай в этой части страны, но на юге Индии даже сейчас это распространено в домах с традиционным укладом. Каждый день проводится пуджа для сосуда с водой. На него помещают вибути, кум-кум, проводятся арати. Потому что вода обладает невероятной памятью. Она помнит, как вы с ней обращались, и, соответственно, будет себя вести. Это очень просто. Любой может начать так делать. Как часть этого процесса, в Тамилнаде мы стараемся сделать так, чтобы люди использовали медные сосуды. Чистые медные сосуды. Потому что медь — это наилучший проводник среди металлов. Она заряжает воду. Если вы проверите химический состав, он не изменится. В этом вся красота. Изменится только молекулярная структура воды. Возможно, вы видели подобное. Есть ли на Нармаде водопады? Есть. Если вы прикоснетесь к воде после ее падения с 6-7 метров, вы почувствуете, что вода стала шелковистой на ощупь. Вы замечали такое? Потому что вода взрывается внутрь себя, и молекулярная структура меняется. Меняется то, как она ощущается. На сегодняшний день созданы так называемые имплозионные машины. То есть можно добиться этого с помощью машины. Они взбивают воду определенным образом. было обнаружено, что при использовании таких машин для того, чтобы вырастить такой же урожай, потребуется всего 10% от нынешнего объема воды. потребление воды снизится. Всего 10% воды. Но растения будут приносить такой же урожай, потому что имплозионная вода становится шелковистой. Ее способность становиться частью системы растений или дерева сильно увеличивается. В сфере сельского хозяйства однажды можно будет использовать имплозионные машины. Их уже запатентовали в Великобритании. Мы пытаемся получить такие машины и дать возможность местным фермерам в Томилнаде пользоваться ими, чтобы люди могли использовать имплозионную воду. И потребление воды для полива полей заметно уменьшится. Потому что для фермера качать воду — это серьезный расход. Электричество сейчас не бесплатное. Если количество воды необходимо для их полей уменьшится, это им очень поможет. Для повседневного употребления просто возьмите медный сосуд. Если вы каждый день будете зажигать лампу рядом, класть рядом один цветок, то, как вода будет вести себя внутри вас, изменится. И прежде чем выпить воду, уделите ей хотя бы один момент благодарности и почтения. Потому что этот материал составляет вашу жизнь. Никакой это неизвестный бог. Но этот материал делает вашу жизнь возможной. Каждое мгновение. И как вы к нему относитесь, очень важно. Если в своих эмоциях, в своих мыслях вы будете... Вам даже не нужно думать о Деви. Вам нужно просто осознать реальность. Тот факт, что без воды вам не выжить. Да? Вы всегда склоняетесь перед тем, что является основой вашего выживания. Не так ли? Просто относитесь с почтением к воде, к еде. Вы увидите, что объём, в котором вы их потребляете, снизится. И изменится то, как они себя ведут внутри вас. Если только речь не идёт об инфекции, если вы правильно обращаетесь с элементами, то, как я уже говорил, скорее всего, вам никогда в жизни не понадобится обращаться к врачу, если, конечно, вы сами этого не захотите. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!